всем привет с вами радио пророка и сегодня у нас в гостях алена жаркова представитель городской экобомбы в ульяновске привет алена привет расскажи пожалуйста что это такое экобомба это проект который существует уже четыре года мы занимаемся озеленением городов то есть главная задача проекта то есть городской экобомбы это высадить на территории городов максимальное количество саженцев дело в том что в городах с воздухом дела обстоят не очень хорошо несмотря на то что закрываются многие производства так далее количество автомобилей становится больше а воздух очищать как-то нужно и поэтому мы занимаемся высадка деревьев которые очищают кислород да я читала у вас на странице что человек оказывается в сутки поглощает до 25 килограммов воздуха правильно да если человек спит до целой сутки то где-то кого есть такой часть 24 часа проваляться просто тогда около 10 килограммов но если мы начинаем двигаться что-то делать в спокойном состоянии 25 килограмм воздуха мы потребляем если мы спортсмены бегаем то до 30 смело умножается это количество а если это беременная женщина тоже в районе 30 килограмм воздуха она потребляет задача проекта это заставить людей как бы обратить их внимание увидеть воздух как еду то есть многие сейчас озабочены здоровым питанием и так далее но что стоит до 3 килограмма 2 килограмма еды которую мы съедаем по сравнению с 20 с 25 килограмм вот то есть ну тут разница полосальная мы то что мы бывшим да расскажи пожалуйста поподробнее как вообще происходит процесс озеленения вам рассказать о том как работает проект откуда мы берем саженцы или о том как мы копаем ямки и сажаем сначала как копаете ямки а потом хотелось бы узнать откуда берется то ничего вы копаете ямки ну посадить дерево вообще это может каждый это совершенно несложно то есть берется лопатка берется ведро воды берется саженец неважно где вы возьмете саженец закупите его у нас в проекте либо купите на ярмарке в леруа мерлен или просто там зимой на стрижете веточки поставите их в воду они будут корешки и посадить это дерево то есть выкапывается ямка нужно посмотреть если вы сажаете в черте города да у себя во дворе нужно посмотреть чтобы не было коммуникации снизу и не было никаких проводов сверху то есть дерево нужно будет расти не всегда будет маленьким то есть чтобы потом не пришлось его срезать или убирать нужно вот эти вещи посмотреть то есть сажаем мы на расстоянии четырех метров от фундамента чтобы корнями дерево не разрушала наши дома где мы живем вот выкапываем ямку вставляем туда саженец присыпаем ямку поливаем водичкой радуемся и по мере подсыхания почвы поливаем если вдруг какие-то там сложности у дерева возникли принимаем меры обычно опрыскиваем каким-либо препаратом должен вся информация доступна в интернете в принципе ничего сложного достаточно просто поливать вовремя какие обычные трудности возникают то при росте дерева из-за чего обычно они погибают деревья погибают иногда из-за того что они не грамотно посажены дело в том что у саженца есть корневая шейка то есть это то место где ствол переходит в корень вот эту с корневую шейку нельзя заглублять если мы ее за оставим под землей дерево будет мучиться если мы ее оставим над землей и дерево тоже будет чувствовать себя некомфортно лучше сажать и вровень но это проблема саженцев с открытой корневой системой то есть те у которых торчат корешки если корешки не торчат и мы купили деревце в горшочке то есть мы просто его заглубляем и все но и конечно пересыхание то есть нужно поливаться регулярно и еще наши четвероногие друзья тоже являются вредителями поэтому нужно как-то огородить чтобы собачки и киски не было не метели наши деревцы так ну а откуда у вас берутся саженцы саженцы в городской эко-бомбе берутся из питомников из проверенных питомников которые являются участниками программы лесовосстановления в российской федерации наш проект действует как мы взяли за схему до рабочую схему которая работает это совместные закупки то есть очень многие люди там складываются дай по кто вы цене выкупают товар получается экономить мы делаем то же самое только мы закупаем зеленые растения и мы не в рамках своей группы а в рамках в этом году 73 городов россии собираем заявку на саженцы проплачиваем ее отправляем в питомник и за счет максимально такого огромного количества саженцев которые мы заказываем мы получаем максимальную скидку и наши саженцы получается доступны каждому то есть любой желающий может купить саженцы саженцы стоит как чашка кофе ну да но из-за этого саженца потом вырастет огромное дерево куда более круче чем чашка кофе ну да чашку кофе нам придется куда-то утилизировать даже в проблеме смысла да хорошо а вот как происходит сам процесс посадки то есть у вас в группе вконтакте написано дата когда произойдет это событие и вот в эту дату просто все соберутся и выйдут на улице будут рассаживать саженцы или в каком-то конкретном месте встретиться вот именно в этот раз как в настоящий момент у нас не оговорена конкретная дата посадки а дело в том что мы всегда зависим от погоды в том что саженцы это не вещи да и не обувь не продукты которые нужно раз и купить мы зависим от погоды так поэтому у нас доставка саженцев она растянута приблизительно 1 2 плюс минус 1 2 недель потому что может неожиданно пойти снег в красноярске откуда у нас едут кедры да или в казани тоже это мешает транспортировке и поэтому даты конкретной нету а есть приблизительные сроки вот как я сказала плюс минус 10 дней вообще как происходит люди заказывают саженцы я им их раздаю если у людей есть желание посадить массово да то есть и они знают где хотят посадить мы организуем мероприятие приходим сажаем красиво фотографируемся радуемся если люди не хотят с нами сажать а хотят тихонечко посадить у себя на даче или у себя во дворе ради бога то есть я никого не тащу на посадке сажаем тихонечко в разные даты то есть мы всегда когда проводим мероприятия это не всегда большое мероприятие когда может прийти каждый желающий таких мероприятиях мы заранее предупреждаем если требуется а так в основном о заявке жителей то есть кто хочет праздника тем организуем массовую посадку кто не хочет праздника или хочет устроить себе праздник сам то я не вмешиваюсь и люди вольны сажать так как им нравится для нас все для людей главное чтобы сажали туда это интересная политика а как вообще появилась эта идея как как в ульяновске появилась городская эко-бомба насколько давно в ульяновске эко-бомба первый раз взорвалась в 2016 году весной 2016 года тогда куратором проекта воеводы города ульяновска была светлана травина вот она получается как стояла у истоков именно в городе ульяновске а потом инициативу подхватила я да просто соответственно естественно изначально эко-бомба появилась как российский проект ну и потом уже пришло к нам в ульяновск это дело эко-бомба не задумывалась как всероссийский проект там была совершенно другая история очень интересная то есть основатель этого проекта никогда не думал что он будет сажать кедры да по всей россии ему просто предложили купить кедры по низкой цене при условии что он возьмет ящик а в ящике 100 кедров он так поразмыслил что он живет на земле у него много земли в деревне он так прикинул что ну штук 50 я посажу а остальные 50 куда мне деть и он начал обзванивать всех своих знакомых и друзей они все радовались тому что кедры им достанутся практически бесплатно то есть таких цен на саженцы нет они все радовались и соглашались в итоге в петрозаводске и еще в нескольких городах близлежащих было высажено около тысячи деревьев и им так понравилась эта идея а эта идея им понравилась и они уже стали подключать другие города то есть уже был написан грантовый проект и уже как бы заразили всех нас то есть волна эко-бомбы распространилась на всю россию да это очень интересно одно вот я знаю что это будет последний сезон городской эко-бомбы к сожалению и я так и не поняла в чем же причина почему а вот у нас недавно состоялся вебинар именно почему проект почему проект закрывается почему последний запуск мы не нашли как бы не было такого что это последний последний запуск эко-бомбы так как она сейчас существует это да дело в том что были произведены нами подсчет да то что за четыре года существования эко-бомбы было высажено 326 тысяч саженцев по всей россии в казахстане и белоруссии но это ничтожно мало то есть для того чтобы очистить города да вот приводится пример казань да каждый житель казани должен высадить 20 саженцев но мы же этого не делаем то есть мы не успеваем мы не успеваем за темпами загрязнения воздуха и мы как бы каждый куратор в своем городе мы пытаемся да мы пытаемся донести людям то что нужно сажать деревья не для нас не для того чтобы как бы наш коммерческий проект развивался мы получали прибыль нет для себя для своего здоровья но получается что мы бьемся просто глухую стену а должен быть другой уровень другой подход к людям а дело в том что как чистый воздух это что такое это здоровье правильно то есть если мы будем сажать деревья воздух будет чистый будем дышать чистым воздухом мы не будем болеть но как донести людям то что сажайте деревья будете здоровы когда каждые там 15-20 минут по телевизору у нас рекламируется лекарства да там имейте витаминки будете здоровым кушайте таблетки будете здоровым и поэтому мы здесь со своими группами в контакте да там пусть даже на 100 городов мы не можем охватить эту аудиторию поэтому мы решили сейчас запуститься отстреляться весенний сезон и уйти на каникулы чтобы подумать как мы можем перейти в мой формат и доносить людям вот по поводу посадок мы уже в этом сезоне ушли вообще совершенно по-другому действуем то есть мы уже говорим что ребята не приобретайте саженцы у нас если вы нам не верите если вы не хотите сажать с нами приобретайте их в строймагазинах да сейчас на ярмарках только сажайте то есть одно дерево получается очищает воздух для семьи из четырех человек если каждой семье посадят по дереву то ситуация резко улучшится мы все жалуемся на то что ездят машины на то что нечем дышать грязно а кто мешает жителям многоквартирного дома вдоль дороги высадить прям аллею да там через полтора метра елок через десять лет эти елки поднимутся и не увидите эту дорогу мало того что вы ее не увидите вы ее и не услышите то есть в рамках вещания как мы до через социальные сети продвигаемся этого недостаточно поэтому мы идем на каникулы чтобы созерцать со стороны и ждать новых людей вы будете искать каких-то инвесторов какие-то другие варианты сотрудничества может быть да инвесторы нет вряд ли мы будем искать инвесторов потому что ни один инвестор не сделает то что должен сделать каждый человек пока каждый человек не почувствует себя хозяином своей жизни хозяином своей своего здоровья и хозяином своего дома на своего города ну ничего никакой инвестор мы сможем сделать сколько бы денег Columbia вкладывала покупку но тем ни менее вы все равно сделали очень много 326 тысяч саженцев это все-таки очень много. Даже учитывая то, что половина из них может быть и не сможет выжить, тем не менее, мне кажется, это лучше, чем ничего. Конечно, лучше, чем ничего. Дело в том, что очень многие люди, кто присоединялся к Абонве и те, кто просто пришли посадить деревья, у них просто меняется мировоззрение, и люди уходят вообще в другую стезу, то есть там совершенно меняется их круг общения и думать они начинают по-другому. Вот, например, мой личный пример, да, я типичный городской житель. Я родилась, выросла в городе, всю жизнь жила в многоквартирном доме. Стоило мне один год побыть куратором проекта. Я посадила в тот год около двух тысяч, ну не своими руками, то есть, ну вот мы высадили две тысячи саженцев на территории города Ульяновска. Сангилейского района, Сурский район уезжали саженцы. Вот, мы их посадили. Я так задумалась, почему я не могу посадить больше? И я хочу больше. Вот. Была приобретена дача. На даче были высажены саженцы, были высажены хвойные растения. А следующий сезон, а почему вот как-то вот мы все равно не то? В итоге буквально за месяц была продана квартира, был куплен дом в селе, и мой просто как бы, я и муж городские жители, мы никогда не видели лопату. Ну вот правда, мы никогда не видели лопату. Мы видели, конечно, но вот мы не пользовались. То есть, мы не жили в деревне, у нас не было никогда там хозяйства и так далее. Мы просто собрались и уехали. И еще пока ни разу не пожалели. Да, действительно, удивительные изменения. Может быть, все дело в том, что люди просто не задумываются о том, что сейчас происходит с экологией? Ну, возможно, что у людей нет для меня. Хотя вот так вот я сейчас много мероприятий посещаю, просматриваю социальные сети. Очень много людей сейчас задумываются, появилось много интересных, я бы даже сказала, модных движений в сфере экологии. И не только экологии, да, как очищение там от мусора и так далее, но и экологии души, экологии тела. То есть, ну, интересно, люди все-таки начинают задумываться. Ну, да. Мне кажется, просто самое главное это донести, как-то наглядно показать. Потому что сама я, когда изучала эту информацию и узнала, что 25 килограммов воздуха, я представила, сколько может пыли набраться, там, не знаю, пакетик, да, из этих 25 килограммов. То, что там машины выделяют, какие-то заводы, гарь вот эта вся. И мне как-то сразу стало не в себе от всего этого. То есть сразу захотелось тоже что-то сделать. Спить с дерева. Да, я уже конкретно так начала об этом задумываться. Ну, немножечко сменим тему. Я тут недавно узнала, что, кажется, правительство у нас подписало закон о том, что у нас появятся биоразлагаемые упаковки. Которые делаются из конопли. Из конопли. Да, я читала эту информацию. Интересно. Я еще не видела такую упаковку. Но мне было бы интересно попробовать. Дело в том, что мы сортируем мусор, и пластика у нас достаточно много. Все равно, несмотря на то, что мы его сдаем на переработку, все равно много. И если бы было биоразлагаемое, то все было бы интересно. Расскажи, как ты сама стала куратором городской ЭКПО? Как ты узнала об этом проекте? И какие обязанности у тебя сейчас? Ну, это достаточно, я бы сказала, грустная история. Дело в том, что возглавляла проект Светлана Травина. Я просто, пролистывая ленту ВКонтакте в новости, увидела акцию Акета в подарок за репост. На то время, опа, мне надо. Еще не знаю, зачем, но в подарок. Но бесплатно. Да, в подарок мне надо. Я нажала репост, потом я прошла по ссылке. Я увидела, что у нас в городе есть. Я посмотрела, что, о, саженцы так дешево, вау, можжевельники по 50 рублей. Вот это да! Мне надо! Я заказала саженцев. Потом я их, правда, все подарила родственникам, знакомым, у кого были. Мне просто некуда было сажать. Я их все раздарила. Дачи еще не было. Дачи еще не было, да. Все были довольны, все были в восторге. Я подписалась на новостную рассылку. Осенью я получила тоже кедр в подарок за репост. Я еще раз оставила репост. Еще раз заказала саженцы. Еще раз подарила уже другим знакомым. Они порадовались. Те знакомые, кто получил весну, они еще захотели. То есть как бы вот так вот закрутилась. И уже в семнадцатом году весной я читаю рассылочку «Кедр в подарок». Ура! Третий! Отлично! Я читаю и нахожу информацию о том, что город Ульяновск остался без куратора. Думаю, а я еще, знаешь, так просматриваю. Там посты такие длинные. Я так просматриваю Ульяновск. Думаю, о, это про нас. Будут читать. И, оказывается, грустная такая информация. Девушка, которая возглавляла проект изначально, она умерла. Оказывается, что у человека на тот момент у нее был рак головного мозга. И человек, несмотря на то, что он знал о своей болезни, о том, что у него был близок конец, она занималась саженцами. То есть человек хотел оставить после себя память. И я не смогла просто пройти мимо этой информации. Написала в группу, меня ребята поддержали и назначили куратору Ульяновска. Нам был в подарок, когда прислан целый ящик голубой ели в память Светланы Травиной. И мы высаживали аллеи в парке 40-летия ВЛКСМ. Вот там есть аллейка в память Светланы Травиной. Она, правда, не обозначена. Никаких там табличек нет. Но мы просто знаем, что это вот в память Светланы Травиной. А где можно найти, если табличек нет? Какие-то ориентиры, может быть, есть? Ой. Ну вот если мы пойдем в парк, я смогу показать. То есть это нужно идти долго-долго по центральной аллее. И когда кончатся все постройки, все усадьбы Дзяда Мороза кончатся, нужно будет пройти буквально 3-4 метра и повернуть направо и туда будут идти. И там вот небольшая аллея. Но саженцы у нас маленькие. Там 30 сантиметров, наверное, подросли. То есть вот они там растут елочки и кедрята. Но они пока держатся? Все в порядке с саженцами? В этом году я еще не была. В прошлом году я ездила. Да, очень прекрасно. Я видела у тебя фотографии, что вроде бы есть такая практика выращивать дома саженца. И ты говорила, что у тебя рос домовый. Верно? Или то, что его можно вырастить, как бы отломить самостоятельно? Да, конечно. То есть нужно просто найти веточку, правильно ее отломить, поставить в воду и она через какое-то время даст корешки? Да. Не обязательно воду, можно сразу посадить в горшочек с землей. И она даст корешки, да, и вы можете просто вырастить свое дерево в горшочке, а потом высадить его. Это совершенно бесплатно, вообще. Потрясающе. У нас в городе много туй есть, в италии. То есть подходим, аккуратненько отрываем маленькую веточку, то есть буквально 10-15 сантиметров. Именно ее нужно не отрезать, а отломить, чтобы у нее остался хвостик. Вот. Приходим домой, макаем ее в корневин, сажаем горшочек с землей и накрываем сверху пакетиком или баночкой, чтобы получилась тепличка. Поливаем, ухаживаем, наслаждаемся. Ну, то есть при желании можно вообще наладить домашнее производство. Да. Если кому-то не устраивает ценовая политика или тот факт, что закупаются саженцы в каком-то определенном месте, можно даже высаживать их самостоятельно. Да. Или, например, вы хотите сортовое дерево, да, холоней или вообще любое дерево, которое стоит очень-очень дорого. Ну, просто есть такие деревья, как саженцы, которые стоят там 3-4-5 тысяч рублей. А я его вот, ну, очень-очень хочу, да, можно подойти к соседу, да, которому она растет и сказать, дядя Вася, можно я вот чуть-чуть? Лайфхаки. Да. Хорошо. Ален, ну, скажи, пожалуйста, пару слов, как такое обращение от Экобомбы, может быть, какое-то пожелание к тем людям, которые нас будут смотреть. У нас осталось буквально 2 минуты. Угу. Ребята, присоединяйтесь к Экобомбе, да, запускайте волну. Мы принимаем заявки до 14 апреля, группа ВКонтакте так и называется, городская Экобомба. Успейте посадить свое дерево. Да, с нами была Алена Жаркова, куратор городской Экобомбы. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok